ну что друзья всем привет итак сегодня у нас на обзоре на тесте на обзоре у нас с литий титана так нашумевший супер тока отдача супер тока зарядка супер литий 40 амперная секция тащит все что можно там 9000 ник 40 тысяч ник с одной секции типа ну и так далее так давайте сегодня поговорим покажу сегодня свою секцию и 2 1 стоит 2 час снята и немного по эксплуатации то что я знаю то что не знаю то что пишут принципе то что я на себе ощутил так ну давайте перейдем к секции позже покажу что к чему и чё как так ну что друзья вот моя секция лития это у нас среди детона 40 амперная секция так что он из себя представляет он из себя представляет так давайте поговорим вообще об одной банке примерно это так одна банка это у нас батарея идет 2 и 3 вольта имеют длину 6 160 миллиметров диаметр 66 миллиметров с двух сторон шпильки они же клеммы то есть это у нас минус и с той стороны плюс имеют 25 миллиметров алюминиевую клемму и на нее идет гайка м12 ключ 19 головка 19 принципе так вот такая вот одна секция у нас одна секция у нас идет 40 ампер на в данном случае 30 ампер на точно такая же даже по размерам они похожи так и как и на обычных батарейках на любых на пальчиковых у нас корпус батареи имеет минус то есть за счет этого у нас в синий термо термоусадки фирменной китайской оригинальный так ну и все в принципе что можно сказать о них так ну давайте по основным параметрам то есть это у нас идет одна батарея одна батарея диапазон где по рабочий диапазон одной батареи у нас идет от 1 6 до 2 и 7 вольт то есть одну одну батарейку можно за 2 7 зарядить но рекомендованный эксплуатационный режим это у нас от 1 9 до 2 45 почему так потому что при превышении при понижении вольтажа могут появиться в секции разница в вольтажах то есть при покупке допустим одной секции нужно всю секцию сбалансировать то есть чтобы каждая батарейка имела одинаковый вольтаж допустим в данном случае когда они мне пришли они были 2 и 2 ну с небольшим разбегом то есть я скоммутировал все тоненьким медным многожильным проводом параллельно скоммутировал они автоматически взяли поделили друг на друга разряд ну или поделили разрядили друг друга не знаю то есть у всех стал одинаковый вольтаж 2 и 2 2 и 2 вольта далее всю эту секцию скоммутировал последовательно то есть весь вольтаж у нас получается умножился ну посчитайте сами 2 и 2 умножьте на 6 получается умножился весь вольтаж но емкость у нас получается одной батареи 40 ампер то есть если мы подключаем параллельно у нас повышается емкость но остается такой же вольтаж если нам нужен больше вольтаж мы подключаем последовательно короче параллельно последовательно подключение аккумуляторов так так как на батарейках у нас минус на корпусе поэтому я постарался изолировать все банки друг от друга чтобы не было замыкание потому что если будет короткое замыкание поверьте это будет очень плохо для не за для вас для машины для всего что угодно очень большой ток зарядки разрядки данных батареек приведет как минимум не знаю во первых батарея испортится во вторых случится скорее всего возгорание которое будет сложно потушить так и да да еще батарея имеет вот такой вот клапан здесь который при перезаряде выстреливает то есть выстреливает и наша батарейка приходит в негодность при сильном разряде то есть если вы забыли габариты либо фары вы убьете секцию если вы ее перезарядить их хотя если у вас нет регулятора вас обычный генератор в принципе вы вам не получится перезарядить если вы ее все-таки перезарядить или одна банка потеряет разбалансируется то есть одна банка будет зарядом меньше других то одна банка может убить всю секцию то есть с балансировкой данных батареек надо быть очень аккуратным на чтобы всегда был примерно одинаковый вольтаж так данную секцию я снял со своей машины стояла на мне после балансировки две недели в принципе валево было просаживал заряжал и в итоге как такового разбега в банках нету единственно небольшой разбег на четырех банках на 0 0 1 на 0 целых одну десятую одну сотую связи с чем это возникло скорее всего это возникло связи с тем что я при коммутации четырех банок замкнул их то есть у меня получилось замыкание шин и возможно из-за этого у меня такой ну так такой разбой появилась небольшая разбалансировка так поезжу еще принципе две недели потом сниму и снова сбалансирует данные батареи и заряжу кстати полностью сейчас они не заряжены ну как не заряжены 13 8 или 13 9 13 9 по моему вольтаж у них можете 13 9 поделить на 6 и получите заряд каждой банки это 2 и 3 по моему должно примерно быть так что еще сказать политики титанату ток разрядки ток зарядки ток зарядки примерно 10 c то есть это бешеный ток разрядки это у кого получается если одна банка 40 ампер на ну то есть даже секция одна секция 40 ампер на умножаем на 10 c получаем 400 ампер разряд и 400 ампер заряд то есть бешеный заряд бешеная нагрузка на генератор тем тем самым возникает вопрос как не убить генератор по рекомендации по рекомендации предлагают установить провод не более сечения от 16 до 25 квадратов чтобы ограничить ток на банку то есть эти банки могут тащить на себя все 400 ампер то есть сколько им надо столько они и заберут далее а огромный плюс для спельщиков тем что у данной секции имеется помимо продолжительного тока разряда это около 400 ампер также имеется кратковременный так скажем пусковой ток ну не пусковой скорее всего ну кратковременная тока отдача тока отдача кратковременно 30 c то есть 30 умножаем на 40 это получается 1200 ампер данная секция может отдать секунд на 10 у нас то есть я думаю примерно должны понимать какие это токи это бешеные токи ну лично мое мнение по данным секциям одну секцию брать для повседнева бесполезно не хватит а вот пару секций принципе можно если у вас хороший генератор они будут в принципе тащить ну вот у меня стоит два тысячника сейчас покажу как одна секция на них работает каждый тысячник 05 работает получается так и посмотрим как работают они с двумя секциями так но это поди все а еще забыл сказать они у меня сейчас скоммутированные с агмами первые два дня ну то есть первую секцию я поставил первые два дня секция разряжалась то есть балансировалась у меня получается с агмами до 13 и 2 когда как понимаю была зарядка гемов далее это прекратилось и у них постоянная зарядка оставалась где-то 14 вольт то есть приезжаешь ну не приезжаешь а приходишь утром ну я так примерно иногда мерил вольтаж они где-то 14 14 2 то есть это около 80 процентов зарядки чтобы зарядить эту секцию где-то до 14 7 это по-любому придется использовать выносной регулятор повышающий напряжение на генераторе а так принципе 14 2 за глаза думаю больше и можно не заряжать но если есть возможность в принципе поставьте регулятор например на выстрел можно зарядить и полностью а да еще только отдачи диапазон только отдачи полной только отдачи у них от 1 9 до 2 45 то есть они примерно отдают свой номинал то есть уже при более низком вольтаже они уже отдают меньше начинают отдавать меньше так ну думаю вроде все рассказал если если есть какие то вопросы пишите в комментариях в следующем видео постараюсь дополнить что-нибудь ответить вам обязательно не забывайте ставить кстати лайки так ну и самое интересное перейдем к тесту я думаю это разговаривать можно долго а еще этот по коммутации подскажу так шины нужны но в данном случае у меня шина использована 50 миллиметров на толщиной 5 миллиметров длина каждой шины у нас 10 сантиметров ну 100 миллиметров и в данном случае я сделал отверстие примерно на расстоянии 70 миллиметров но лучше сделать 80 то есть здесь будет промежуток больше это я на второй секции сделал но если нужно более компактное то делайте на расстоянии 70 но больно близко не знаю что-нибудь подложьте хотя бы чтобы не было такого перетирания и замыкания на банку друг другу потому что замыкание ничему хорошему не приведет в лучшем случае умрет батарея в худшем случае сгорит все что у вас есть в машине надеюсь такого не случится секции очень опасные с непривычки коммутировав я конечно же и замкнул их немножко батареи нагрелись немножко вольтаж потеряли ну небольшой дисбаланс появился в них то есть четыре секции я замкнул и две секции остались так ну там на 001 то есть замыкание было буквально меньше секунды но звук от нее был не знаю как будто у вас какой-то десяти тысячный там не знаю электро шокер то есть замыкать данные банки очень опасно для интереса посмотрите все другие видео все обзоры посмотрите где там она просто металлические эти не профиля как сказать-то ну короче металл пережигает гвозди пережигает просто своим током ну бешеные токи на данных секциях емкость не обманешь все-таки если вам нужно валева то есть повседнев то придется набирать емкость по любому одной секции вам не выехать но одну секцию можно взять что-нибудь не знаю на киловаттник вообще за глаза будет на тысячник будет за глаза на один на два тысячника уже я взял две секции в принципе не прогадал хватает ну не с лихвой но хватает так ну ладно что короче с дополнением секции просто увеличивается рабочий режим то есть можно дольше валить в данном случае валить пока можно ну не знаю минут 7-8 то есть можно валево устроить нормально далее идет уже идет большая нагрузка на генератор и больше я остаюсь ну больше убавляет звук не из-за того что батарейки сильно просели хотя они просели не сильно то что они начинают тащить с генератора очень много мощности то есть не охота палить генератор так ладно давайте перейдем непосредственно к тесту для теста у нас будет использована два кикс тысячник каждый тысячник будет подключен в 0,5 ома и на четыре пятнашки в оформление не знаю на оформление фи стена короче что-то не знаю полу гроб короче не полу стена вот так скажу полу стена так для наглядности а кстати сделал себе распорку распорка сделана очень легко в принципе взят взят оцинкованный профиль покрашен золотой цвет правда так себе краска и прикреплено вот на такие строительные для профиля штуки здесь у нас 6 саморезов и здесь 6 саморезов по металлу все усилено шумкой в принципе задачу свою полностью это стойка выполняет так что показать вам как лоб ходит в этот раз не получится то есть теперь вообще не получится показать как лоб ходит так как хода у него нету в том году у меня лоб отваливался в этом году я решил радикально к этому подойти уже показывал я конечно но вот здесь вот все кузовным герметиком замазано то есть теперь сложно куда-то стекло выдавить так здесь у нас стоят magnum мбв пятнашки обзор есть на обзоре есть на канале кому интересно стоят такие сабы около 7000 не знаю оправдывают они себя не оправдывают пока не понял ну чуть-чуть клипа ловят уже начинают вонять это неприятно были бы деньги конечно бы бэшечки поставил или чего-нибудь мт хотя бы но 1200 здесь так я думаю нету но для повседнева это в принципе хватает потому что ездить и слушать там 152 или 150 это уже тяжело на повседнев по городу 146 это вообще не знаю это край это уже даже это уже неприятно слушать то есть ну херово ехать тем более настройка здесь высокая так сейчас результат у меня со стены 154 из распорки и шумки на крыше шумка шумов не везде прокатана что-то я заколебался вот здесь прокатана там не прокатана просто приклеена то есть я думал быстренько приклею и прокатаю потом короче забил потом прокатаю так шумка крыши дополнительно там еще свой тройки есть этой аэры и вот здесь вот я все усилил и распорка короче минус 0 ими немножко ну где-то было короче 154 за счет резонанса я понимаю крыши сейчас результат немножко упал ну 153 8 153 9 стабильно есть с двумя секциями пока одна так ну не знаю для повседнева в принципе нормально с соревнованиями со стеной в принципе нигде не победить будет в данном случае так как сейчас проекты все со стенами все спонсорские туда лезть что-то там выигрывать нереально но повеселить народ можно приехать на соревнования самая проблема в этой машине это кнопка все время забываю где ключ багажник так почему ключ потому что на ключе метка так пошла нагрузка у нас кстати о 13 4 но сейчас замена воздушного фильтра я пока ехал валю жестко сейчас а ну машина еще горячая кто не знает впс на горячий не особо большой вольтаж кстати вот у меня регулятор сделан самостоятельно так регулятор только повышающий сейчас я немножко вот пошла нагрузочка пошла зарядочка даем газку даем газку вольтажик растет вольтажик растет ловышка мутится так закрываем перейдите кстати посмотрите мое предыдущее видео как сделать хайер трик так для 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 показывания того примерно что происходит я поставил флаг флаг закрепил дверью потому что в принципе он летает в проеме но иногда он вылетает это бесит поэтому я закрепил его в проеме в принципе будет понятно накидал пакеты чтобы вы не удивлялись я просто не на видео думаю прикольно будет вылетать так что даем 2000 оборотов у нас сейчас одна секция лития как я уже сказал два тысячника в 05 подключенные ну и что и валим так трек будет кока-кола фронт я немножко убавил чтобы не мешал так а регулятор регулятор у меня на максимум сейчас на минимум поставлю так включаем колу и поехали не знаю сколько валить то ладно короче пока особо не завоняет мы валить а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...